В 2024 году в городском округе Люберцы запланировано несколько масштабных проектов. Один из них – благоустройство летнего парка. Уже почти четверть века, как на этой территории сгорела главная историческая реликвия – знаменитый Малаховский театр. Об истории уникального места и планах по созданию там комфортной зоны отдыха – наш следующий сюжет. Бомонд столичный собирался и здесь искусством наслаждался. Летний театр по праву называют легендой 20 века. Однако его история началась еще в 19-м, когда служащие управления Московско-Казанской железной дороги организовали в Малаховке любительские спектакли. И в последующем стали инициаторами строительства первого здания театра в начале 1900-х. Но первый театр просуществовал недолго. Вероятнее всего он стал жертвой пожара. В 1904 году московский артист Григорий Васиченко-Галецкий строит второе здание. Но второе здание как будто по какому-то стечению роковых обстоятельств не просуществовало долго, так же, как и первое. И уже к 1910 году Малаховка опять осталась без театра. Владельцы Северной Малаховки, братья Павел и Сергей Соколовы, выступили меценатами строительства третьего театра. Новое здание на 500 зрительских мест, спроектированное в характерном для той эпохи стиле модерн, открыли 22 мая 1911 года. Малаховка закрепила за собой звание театральной столицы. Здесь выступал знаменитый бас Федор Шаляпин. Дебютировала на сцене тогда еще неизвестная Фаина Раневская. В Малаховском летнем театре она сыграла свою первую роль в спектакле «Тот, кто получает пощечину». Интенсивная была работа нашего театра. И поэтому его называли Малаховский летний театр, Малый театр. И наш театр был профессиональный. И не только здесь актеры Малого театра играли. Здесь играли актеры и МХАТ, и театр Корша, и Незлобина, и других, так сказать, московских театров. Даже некоторые питерские заезжие были актеры. Но самое главное, самое главное, что театр жил полноценно. Сюда приезжали специально посмотреть спектакль. И потом поездом, поскольку железная дорога уже была, уезжали обратно в Москву. Еще одной причиной популярности летнего театра была территория вокруг него. Цветущий сад, живописный парк притягивал своей красотой. Спектакли с участием известных актеров совмещали с дачным весельем. В ту пору, когда цветет сирень, проходили сиреневые баллы. И все дамы выбирали наряды в оттенках лилового, сиреневого. Проходили белые баллы в то время, когда цветут яблони, вишни. То есть вот такое вот очень красивое, завораживающее преддверие дачного сезона. Летние парки сейчас одно из главных мест притяжения жителей и гостей городского округа Люберцы. Но эта территория давно нуждается в комплексном благоустройстве и создании комфортных условий для отдыха. Здесь постоянно проходят спортивные, развлекательные мероприятия, концерты и фестивали. А летом на сцене расположены рядом с фундаментом того самого легендарного театра, мюзиклы и спектакли. После пожара в 1999 году от исторического здания уцелел фундамент, вот эти лестницы и несколько фрагментов, которые бережно хранят в музее. В 1990 году Малаховский летний театр включили в реестр объектов культурного наследия. А позже и сам ансамбль получил аналогичный статус. В следующем году начнется благоустройство этой исторически важной локации. В данном проекте мы работаем совместно в консорции с компанией «Парковая реставрация», которая является лицензированной компанией в области работы с объектами культурного наследия. А также по такой случайности, можно сказать, счастливой, я тоже являюсь, как и вы, жителем Малаховки. Моя семья здесь живет, имеет дачу уже сто лет. Мой прадедушка получил здесь дачный участок, вот в этой южной части Малаховки. Поэтому для меня это не только профессиональная работа, но и очень близкая к сердцу история. Создавая концепцию благоустройства, специалисты ориентировались на исходные параметры летнего театра и парка по сохранившимся документам начала прошлого века. И в то же время учли запросы и потребности всех слоев населения, включая разные возрастные группы. Проектировщики предлагают установить на территории парка детские игровые и всесезонные спортивные площадки, зону для выгула собак, освещение, малые архитектурные формы и дополнительные входные группы. Все детали выполнят в стилистике дачной Малаховки. Главный вход, вот исторические фотографии в разные периоды времени, текущее состояние главного входа и образы, применяемые для реставрации этого входа. Внешне предлагается реставрация всех фасадов, облицовка деревянными ламелями с декоративными карнизами. Арфу декоративную существующую мы предлагаем отреставрировать и оставить на этом месте, поменять вывеску. Ну, название, я думаю, что сейчас пока что, да, назвали летний парк, но это обсуждаемо. В центре внимания арт-объект «Летний театр». Разрабатывая его концепцию, проектировщики также ориентировались на исторические фотографии здания. Деревянное сооружение на металлическом каркасе вместит в себя крытую сцену, подсобные помещения для артистов, амфитеатр на 400 мест и зоны для проведения выставок. Его предлагают разместить на сохранившемся фундаменте легендарного театра, который является объектом культурного наследия. Возможно ли вообще использовать в этих рамках фундамент благоустройства? Сейчас, на данный момент, как бы, да, сохранились фрагменты этого фундамента, да, то есть даже периметра там нет, есть кусочки, да. В рамках нашей концепции, да, мы предлагаем сохранение этого фундамента, мы его не затрагиваем. То есть наша конструкция, в принципе, даже будет служить неким, ну, скажем так, защитой того фундамента. По вопросу благоустройства летнего парка сформируют рабочую группу, куда войдут проектировщики, представители администрации городского округа Люберца и активные жители посёлка. Для того, чтобы возродить знаменитый ансамбль Малаховского театра и парка и вдохнуть в эту территорию новую жизнь, подрядчикам понадобится весь летний период следующего года.